Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на каналах НВК Саха и Якутия 24. И прямо сейчас в прямом эфире начинается проект Подворья. Для тех, кто, возможно, еще не знает о нас, рассказываю. Этот проект был придуман для того, чтобы мы с вами узнавали как можно больше о том, как правильно вести свое хозяйство на дачных участках, в частных домах. Итак, мой коллега Дмитрий Аргунов занимается строительством, благоустройством. Он на прошлой неделе что только не делал, на этой неделе мы с вами говорим о том, как правильно посадить деревья, растения, рассаду. Ну, в общем, мы вам в помощь. Дорогие друзья, если вы хотите стать участником этого проекта, обратитесь к нам. Вы видите обратную связь с нами, инстаграм-страница, ватсап-номер. Пишите, звоните, и, возможно, вы станете участником нашего следующего эфира. Ну, а сегодня я вновь посетила Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета неспроста, потому что сегодня мы поговорим о вот этой замечательной рассаде. Много кто занимается ей прямо сейчас на своих дачных участках, но советы никогда не бывают лишними. А сегодня советы у нас непростые. Знакомьтесь, сегодня со мной рядом директор Ботанического сада Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья, доброе утро. Добрый день. Ну что, вот знаете, эксперт самый лучший, наверное, это тот человек, который живет этим всю жизнь, да, практически. У нас кандидат биологических наук, она знает о растениях все. Ну что, вот сегодня вроде бы примитивные, стандартные у нас, да, здесь цветы, овощи рассада, да. Но мы сегодня должны наших телезрителей удивить, потому что есть такие моменты, на которые многие не обращают внимания, а потом сетуют на то, что это вот неправильная была рассада, куплена не там, да не так, да. Ну начнем давайте с овощей, да. Ну вот помидорки, наши дорогие, любимые помидорки. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки рассада, как выбрать ее, лучшей, хорошей? И что нужно для того, чтобы все-таки помидорчики у нас были как можно больше, лучше, сочнее? Да, при выборе рассады, конечно, нужно обращать внимание на толщину вот этого ствола, особенно у томатов, он явно прослеживается. И окраска должна быть темно-зеленая, без всяких пятен, без каких-либо таких вот сухостей и других вот таких вот посторонних. Она должна быть здоровая, зеленая, толстая, очень упитанная. Хорошо, когда есть очень большой стаканчик, в котором она сидит. Чем больше земли, значит, тем больше питания, тем больше получает растение, и в дальнейшем оно больше развивается. Ну вот к моменту высадки уже, как правило, наша рассада дает бутоны. Вот это бутончики уже? Да, это уже бутончики, которые вот скоро времени дадут нам цветочки, из которых завяжутся там помидорки. А крайний срок посадки помидор? Ну вообще в теплице можно сажать, конечно, пораньше. Если теплица очень теплая, хорошая, если она отапливается, то можно уже в мае спокойно сажать. А так вообще на улицу мы высаживаем не только овощи, но и цветы и прочие вот свои посадки. Мы высаживаем уже, когда минует угроза заморозков. Это, ну, в зависимости от прогноза погоды тоже, это где-то первые числа июня. Ну то есть мы сейчас еще можем посадить помидорки, да? Сейчас самое время сажать как раз томаты, да. Самое время. Отлично. Ну вот, а так, в принципе, помидоры рассада, она непривередлива, да? Ну, она достаточно, да, устойчива, достаточно спокойно, ее можно легко выращивать. Единственное, что вот хочу сказать, что нужно соблюдать сроки посева. Это не только относительно томатов, но и других растений. Сроки посева. Не надо стараться посеять их раньше, иначе рассада просто перерастет. Многие выращивают дома на окнах, конечно, досвечивают и все прочее. Сейчас есть такие возможности, многие вешают фитолампы, это видно, да, из-за окна. Но, тем не менее, растения, они начинают перерастать, они вытягиваются, они какие-то начинают цвести, и потом при высадке они начинают больше болеть. Поэтому сроки посадки нужно соблюдать. Соблюдать. Да, если это тепличные маты, то мы их можно посадить пораньше. Они, как правило, более высокорослые, раньше свеются. Если это уличные или универсальные какие-то сорта, их можно чуть попозже посадить. Но мы вообще высадку, посев рассады мы начинаем где-то в конце февраля, в зависимости от вида, от сорта растений, и потом постепенно-постепенно до апреля сеем. Хорошо, Наталья, ну по помидоркам. А вот транспортировка та самая, знаете, все бегут, набирают, да, большие коробки везут. Можно ли как-то навредить вот рассаде так глобально, или все-таки... Можно, если ее везти в открытом кузове. Нельзя. Не надо, да. Нужно постараться, чтобы транспортировочная вот эта наша коробка была выше, она, чтобы постараться, чтобы она закрывала вот ящик. А, бортики, да? Да, бортики, да. Нужно следить, чтобы стаканчик очень... Такие жаркие дни, особенно когда на улице стоят, она очень быстро пересыхает, и нужно, чтобы она была влажной. Влажной. Ага, тут возникает еще такой вопрос, когда мы в коробке покупаем, картонной коробке, если мы поливаем в картонной коробке, она разваливается, и она начинает оттуда вываливаться, что тоже очень плохо. Ну и транспортировка либо в закрытом кузове, либо в салоне автомобиля. Все, хорошо. Так, с томатами мы разобрались, да? Здесь у нас... Здесь у нас так стоят кабачки и баклажанчики. Что про кабачки? Про кабачки, про тыквы, про огурцы хочется сказать, что у них очень нержаная корневая система, и она не любит, когда их травмируют. Поэтому нужно при пересадке вот из таких вот стаканов, нужно их очень аккуратно, бережно оттуда вынимать. Если это стаканчик какой-то такой пластиковый, то потрясается. Хорошо, перед посадкой рассада вообще земли должен быть очень и очень влажной. Тогда она легче выходит из своего вот рассадного стаканчика. Да, то есть не надо трясти и заставлять. Да, сильно трясти не надо, ничего мять такое не надо, вот хорошо полить, и уже потом потихонечку-потихонечку можно выйти. А вот эти вот пластиковые, полиэтиленовые пакетики, мы их просто разрываем для того, чтобы не травмировать корни. Это самая наша такая цель, это нам нужно сохранить корни, как можно таким больше, в таком несохранном состоянии. И тогда меньше растения будет болеть, оно быстрее приживется. Огурчики, баклажаны? Огурчики, тыквы, кабачки мы выращиваем. Их можно даже посеять непосредственно в грунт. Либо в теплицу, в лунку там, одно-два семечка положить можно. И потом убрать какое более слабое, оставить более сильное растение. А можно ли сказать, что, допустим, вот именно те плоды, которые будут после рассады, они отличаются либо в количестве, либо в качественном соотношении, нежели те, кто из семечка? Да, но, конечно же, эти будут чуть пораньше. Вот если просмотреть, то у нас уже здесь пазуха, мы видим бутончики. То есть они зацветут раньше, чем посеянные в грунт непосредственно. Если мы на этой неделе или на прошлой неделе посеяли, они будут немножко запаздывать. Но если мы бережно пересадим, то эти быстренько берут рост и начнут расти. Крайний срок у них когда можно еще высаживать? Сейчас? Сейчас можно высаживать, да. Ну, есть люди, которые в июле сажают. Ну, в зависимости от своих возможностей все же тоже исходят из этого. Но успеть можно? Успеть можно, да. Главное, хорошо обеспечить хороший полив. И после пересадки, если все-таки корни пострадали, рекомендуем сделать затенение растению. Закрыть тканью какой-то или укрытым материалом каким-то, или коробочку сверху так вот поставить, да, чтобы немножко была тень. Чтобы растение прижилось, адаптировалось, корешки начали работать, и тогда оно уже будет... Но вот эту самую тень лучше делать всегда или все-таки выборочно? То есть если вы видите, что немножко... Если вы видите, что растение повяло, то лучше сделать, да. И вообще лучше посадки, конечно, делать не в жаркую солнечную погоду, а либо рано утром пораньше, либо вечером, либо такой пасмурный день. Тогда будет успех больше. Так, с ними все понятно. Теперь по нашей дорогой и любимой петуне. Всеми любимой петуне, которой везде много, да. Тут тоже у нее свои строки посадки. И она вот эта сейчас вот очень популярная крупноцветковая сорта, и они дают более кустистую такую массу, да, и большее количество цветков. И они такие яркие, насыщенные. Очень много сейчас сортов, очень много разных вариаций, и можно составить вообще... Каждый год можно делать разные... Комбинации. Да, комбинации, и каждый раз это будет выглядеть по-разному. И не надо на нее так вот сильно обращаться. Наталья, ну вот смотрите, почему ее так любят многие, да? Да, значит, потому что она проста в уходе или за счет того, что она вот настолько яркая, или за счет того, что за ней вообще, ну, посадил и забыл. Нет, посадил и забыл это вообще не относительно растений, да. Такого, если вы просто посадите и уйдете, то ничего хорошего из этого не будет. Да, будет грустно, печально, очень даже плачевно. Поэтому уход нужен всегда и всем растениям. Чем лучше мы ухаживаем, тем растение лучше выглядит. С питунья как? Ее сложно на начальных этапах. Когда семечка посеяна, когда только-только появляются сходы, они очень нежные, маленькие, их нужно тут очень аккуратно поливать, с них просто холить, лелеять и заботиться. Потом, когда растение начинает, набирается силу, оно уже становится более мощным, вносливым, и тогда уже вот. И к моменту высадки, как правило, вот в оптимальные сроки посеянной, ну, в марте, да, она уже цветущая. А чтобы кустик был такой более кустистый, нужно, чтобы растения стояли на удалении друг от друга, чтобы они, ну, если есть возможность, конечно, чтобы они постарались, ну, не соприкасались с друг с другом, тогда кустик будет формироваться равномерный, и равномерный такой, и красивый, да. Наталья, у меня возникает вопрос. Вот даже на улицах города, мы же видим, да, питунья растет. Где-то она прям так много-много ярких, красивых цветов, а где-то вот зелени больше, чем самих вот этих ярких пятнышек. Это все-таки зависит от ухода или от сорта, вот той самой питунья? Сорт, конечно, тоже большое значение имеет. Которую раньше питунью сажали, она немножко не такая. Вот эти вот новые современные сорта, они дают больше цветов, ярче, да, красивее, красивее получается. Но питунья очень отзывчива на уход. И любит, конечно, солнечное место, может расти в полутени, но на солнце ей будет лучше. И обильный полив. Полив? Да, полив. Обязательно обильный полив по мере просыхания почвы. Нельзя сказать, что там два раза в неделю поливать этого достаточно. Нужно смотреть по мере высыхания почвы, да. То есть нужно просто проверять, подходить и проверять. У всех почвы разные, структура почвы разная. Да, водичку любит, конечно. Ну и все растения любят удобрения. Особенно если декоративно-цветущие такие, которые должны удать, им нужно, конечно, хорошо подкармливать. А, то есть если мы еще подкормим, то тогда точно цветут. Да, да. Если вот иметь возможность, то, например, каждые 10-14 дней у себя на участке можно подкармливать. Чередуем минеральные и органические удобрения, и тогда они будут долго очень радовать нас своим пышным цветением. Что касается, вот у нас тоже любимицы, да? Да, вазовцы очень неприхотливые растения, да. Они очень быстро растут, дают разные цветочки у них тоже. Есть и высокие сорта, есть низкие, есть с крупными цветками. У них на что надо. Да, да. Вообще, в принципе, это одно из самых простых растений для выращивания. Садится позже, чем питунья сеется на рассаду. И вот они очень хорошо переносят пикировку. Пикировку мы делаем примерно, когда 2-3 настоящих листочка появляются. Пикируем по саканчикам, и потом уже вот они быстренько нарастают. Тоже питание нужно и удобрение. Очень хороши астрочки. Они начинают цвести где-то в середине лета. И тоже вот они продолжительное время тоже цветут. Есть низкие, есть высокие. И можно подобрать любое между ними сочетание. Это у нас все же однолетние, да? Это все однолетние, да. Однолеткие, да? То есть посадили на следующий год заново, да? Да. Мы в осень убираем, когда, ну, обычно, когда заморозки уже побьют растения, растения начинают погибать, то тогда мы их убираем и готовимся к следующему году посадку. Так, ну что, в принципе, теорию мы узнали, теоретическую часть, да? Мы теперь знаем, когда посадить, как поливать, чем удобрять. Но давайте покажем на деле, может быть, кому-то пригодятся и эти советы. Проходим на нашу, так, импровизированную грядку, на наш участок. Что мы сегодня посадим? Давайте мы посадим, наверное, томаты и, наверное, какие-то цветочки. Цветочки, хорошо, так, пройдемте вот сюда. Итак, при посадке вообще, особенно под овощные культуры, мы в лунки добавляем перегной. Обычный наш перегной, который вот, это двух-трехлетний навоз, который постоял, он вот сейчас вот так вот выглядит. Ага, очень. Так, ну и сажаем по лункам, обязательно нам нужно большое количество воды. Хорошо. Делаем лунку, углубление в почве. Ну, земля, прежде перед посадкой, она должна быть хорошо перекопана, очищена от сорняков. А после этого уже только можно приступать. Очень важный вот начальный этап подготовки – убрать корневища вот многолетних сорных растений. Иначе они вот начнут быстро развиваться, да, и займутся, вот, будут забивать растения и лишать их питания, да. Просто обычным способом копается лунка. Лунку. Ну, земля, видите, она, желательно, чтобы она была вот такая вот слегка влажная. Может, не совсем мокрая, но более-менее влажная. Добавляем сюда мы перегной. Ну, в зависимости от кого, 2-3 горсточки когда-то можно побольше добавить, если есть возможность. Вот. Затем заливаем водой и ждем, пока она питается. Воды можно побольше. Добавлять воды тут лишнее никогда не будет. То есть переборщить с водой не получится? Переборщить с водой, да. Это достаточно сложно в данном случае, особенно при посадке. Ну, вот, берем пуст томата нашего и рекомендуем я немножко его заглублять. У них вот здесь вот образуются тоже вот корни, по всему побегу могут образоваться корни. И чем больше корней, значит, тем больше питания. Нижние листочки, которые у нас будут закапываться, они уже начинают желтеть, как правило, к моменту высадки, потому что питания растений не хватает. Мы их отрезаем, да, и начинаем мы освобождаем стаканчик. У всех стаканчики разные. Просто аккуратненько мы разрываем. Стараемся не травмировать, потому что не совсем получается. Вот так, убираем лишнее. Да, вот вода у нас почти впиталась. Мне здесь немножко тоже углубление можно сделать. И располагаем томатик. Можно его расположить прямо, если он не очень высокий. И придавливаем хорошо, прямо не стесняясь, не скромничая, мы прямо его своим весом на него выдавливаем. Придавливаем. Для чего это делается? Чтобы вышел лишний воздух из почвы. Если корни окажутся в воздухе, то они просто погибнут. Небольшую лунку я тоже рекомендую сначала при посадке оставить, через которую можно будет поливать. Но если растение, оно переросшее, бывает такое, что они становятся большими, такие длинные повигивания, то можно их посадить под углом немножко. Вот так вот выкапываем. Выкапываем такую большую, более длинную лунку. Тоже добавляем в нее перегры. Также поливаем. И можно будет уже растение посадить немножко под наклоном. Корень будет чуть пониже, и макушка, она постепенно выйдет. И боковые корни, которые потом пойдут от побега... Ну вот, к примеру, да? Да, по длине мы возьмем вот пакетик. То есть это не страшно, да? Это не страшно. Нет, растение все равно будет расти вверх в любом случае. Даже мы не дерево садим, оно будет такое более... И вот нижние мы тоже, да, будем... Да, нижние тоже. То, что мы будем закапывать, мы их все обрежем. Делать это можно ножницами, можно секатором, ну, либо просто аккуратненько отсыпать. И так вот он, длинненький у нас. Длинненький немножко, мы вот помещаем корешок сюда. И вот самое вот это вот. И аккуратненько, стараясь не сломать, просто аккуратненько, аккуратненько вот здесь вот подсыпаем. Через несколько дней, это, ну, бывает очень длинный, поэтому это очень хорошо бывает. Через несколько дней он сам поднимется и вообще пойдет просто вот расти вверх. Ну, и вот у нас получилось два кустика, мы посадили. Вот такой лайфхак, да? То есть есть у нас коротенький, который прямо посажен, а есть длинненький, который посажен под углом, но он вскоре станет... Да, он вскоре будет, да. Только просто нужно вот немножко различать, ну, помнить, что мы посадили вот так вот. И когда мы будем ухаживать, там, рыхлить почву, какие-то половые сорняки, чтобы, ну, не повредить вот это вот сам. Да, да, да. То есть оно так и останется в этом направлении, правильно же? Здесь же нельзя ничего не сломать, ничего. Да, да, ну, аккуратненько просто обрабатывать, и этот вот постепенно начнет расти вверх. Так же, как вот обычно. Хорошо, с помидорками мы... Понятно все. Так, теперь что у нас по цветочкам? Как их грамотно распределить? Ну, цветочки, конечно, мы когда... Если мы создаем какую-то монопосадку, одну клумбу из одной культуры, то тут все просто. Мы соблюдаем, да, обычно 20-25 сантиметров между растением делаем, но, конечно же, нужно смотреть от размеров растений. Если растение крупнее, то нужно им побольше. Вот, например, у нас амаранты, он вырастает, если в высоту метр-метр двадцать, то, конечно же, ему нужно для питания больше растений, больше места. И когда оно вырастет, оно будет создавать такой более-такой... Более-такой больший эффект, чем нежели оно будет вот так вот загущено, и они будут... Места. Они будут развиваться не вширь, а будут просто тянуться вверх. Поэтому нужно для крупных растений мы оставляем даже до 50 сантиметров, может, 50-70 сантиметров. Ну, и в зависимости, конечно, от задумки, от идеи, которые мы хотим оформить в клумбу, да? Так, хорошо. А как нам вот комбинировать-то? Вот у нас же все-таки мы хотим-то добиться эффекта. Да, мы должны знать, какие растения вообще вырастают во взрослом виде, да? Если вот у нас амбия синяя стоит, она вырастет примерно сантиметров 40 в высоту, да? А вот эта вот сальвия красная, она будет сантиметров, ну, 30-35, например. То, естественно, что мы вот эту синюю сальвию мы посадим на заднем фоне, чтобы перед ней была другая вот. Ну, и нужно, конечно же, как-то, может быть, подбирать по форме листьев, чтобы они как-то сочетались. Если у нас вот, например... Ну, это тоже, конечно, кому как нравится. Если у нас вот бархатцы имеют вот такие резные листы, то они будут хорошо смотреться с какими-то такими растениями похожими, да? А вот, например, питунья с альвием чем-то вот схожи, да? Вот у них вот листочки можно, да, по фактуре можно их посадить. Но вообще тут очень можно разных комбинаций придумывать. А вот однолетки, они вообще все друг с другом дружат? Они могут, да, расти, да. То есть нет такого, чтобы прям не садить рядом, они никак не подружат? Нет, нет, они не будут рождавать так. Вот такого вот, явно такого я никогда не замечала и не встречала вообще. А советы по посадке именно вот таких однолетних декоративных растений, есть ли какие-то нюансы, вот именно на что нужно обратить внимание? Да, если у нас большая площадь посадки, то мы вот прежде чем перекопать, мы распределяем перегной. Почему мы используем перегной, а не навоз? Потому что навозом можно сжечь растения. И еще в навозе содержится очень много листьев, семян, семян, сорных растений, да. И бывает, они начинают прорастать очень сильно, очень обильно. Чтобы этого избежать, мы вот используем уже перегной. То есть перегной распределили каким-то рономерным слоем, перекопали, и потом в лунку уже можно перегной не добавлять. Ну, если есть возможность, можно, конечно, и добавить, и другим способом. То есть участок мы добавили перегной, и потом грамотно распределили на свой вкус вот эту вот всю красоту. И по посадке все то же самое. Небольшая лунка? Небольшая лунка, мы в нее перегной, водичку, да, обязательно водичку, и потом посадили. Хорошо придавили опять, утрамбовали своим весом, да. И уже потом опять хороший полив. Дальше полив в зависимости от влажности почвы. Мы проверяем, просто подходим, подкапываем 2-3 сантиметра, мы смотрим. Так, а вот самые популярные однолетки в Якутии, вот если по нашему опыту, кто? Ну, петуния, да, наверное? Да, петунию мы, конечно, выращиваем вообще в самых каких-то гигантских таких масштабах. Это самые популярные. Ну, она дает хорошую массу, хороший цвет, яркость она дает. Вот это вот, она за это ценится. Но есть такие гурманы, эстеты, которые требуют, чтобы у них было что-то новенькое. И да, да. И поэтому как-то что-то новенькое они вот выискивают, то есть такие любители. Ну, сейчас вот, допустим, телезрители будут смотреть и думать, успевают ли они еще закупить ту самую петунию? Или же, допустим, какие-то такие интересные варианты? Ассортимент просады, конечно же, есть, да, можно еще успеть, подобрать, да. Ну, надо смотреть, стараться, чтобы она была здоровая, не переросшая, и довести ее в целости, в сохранности. Вот так вот. Ну, давайте попробуем, у нас еще есть время, давайте посадим какой-нибудь красивый цветочек здесь. Ну, давайте, что мы возьмем? Ну, давайте ту самую любимую петунию. Давайте, давайте вот из такого стаканчика теперь попробуем пересадить. Давайте, да. Я тоже его немножко сначала полью, пока мы готовим лонку, мы его польем, и он у нас впитается, стоит. Так, ну, берем совочек, возьмем перегоной поближе. Речка, речка рядышком. Ну, вот, сорняки, остатки убираем. В петунии все проще, да? В некотором плане, да. А вот скажите, пожалуйста, а можно так садить цветочки вот под уклоном? Под уклоном нет, цветочки не пойдут. Видите, кустик уже такой кустистый сам по себе, и он должен расти все-таки вверх. Вверх. Да. Давайте также накопаем нашу лонку. Подходящую по размеру лонка должна быть, вот здесь у нас горшочек больше, значит, лонка должна быть хорошо. И мы должны растение посадить именно в уровень, как оно росло вот в своем вот этом родном горшочке. Да, вот здесь вот у них переход от надземного побега к подземному корню, он четко прослеживается. И вот примерно так же его и нужно посадить на такую же глубину. Выкопали поглубже лонку, добавим перегною, и давайте водичку немножко подливаем. Ну, достаточно. Хорошо. Ну, и начинаем потихонечку освобождать его из пакетика. Вот видите, он очень хорошо к самому вышел. Да, потому что мокренький был. Да, мокренький был, да. Тут вот частично промыкает, частично нет. Располагаем его аккуратненько. Все. Ну, вообще, конечно же, чтобы был такой большой эффект, такой, можно их в шахматном порядке садить. Тогда они будут, когда быстрее разрастутся, и быстрее займут вот свое вот место. Да, да, свое место. И также вот аккуратненько, хорошо мы их придавливаем. Да, и небольшую лунку можно оставить. Лунка оставляется для того, чтобы вот вода, которая вот поливочная вода, она не утекала. Если вы поливаете с лейки, а не сошланды, если есть ограничение по воде, то, конечно же, важно, что пока корни вот здесь, можно здесь вот пока, ну, да, не так сильно поливать. А потом уже в дальнейшем уже, конечно же, нужен будет обильный полив, и нужно будет поливать всю площадь. Потому что корни у растения хорошо расходятся в разные стороны. В сухую почву корни не пойдут, они там расти не будут. Все, отлично. Ну что, замечательные советы у нас, да, сегодня. А вот у меня такой вопрос. Мы сегодня говорим о однолетних растениях. Да. А в условиях нашей Якутии возможно многолетки? Да, конечно же, у нас очень много во флоре Якутии, очень много декоративных многолетников. Очень можно использовать некоторые инорайонные, то есть не из Якутии растения, которые могут быть у нас выращены. Мы их у себя испытываем, мы кое-что рекомендуем. Мы создаем из них тоже декоративные посадки. Ну и готовы вам кое-что показать тоже. Вот так вот. Так что, дорогие друзья, следим за нашими эфирами, потому что в ближайшее время, возможно, завтра или послезавтра мы покажем вам и расскажем о том, как выращивать многолетние растения на территории нашей Якутии. Ну что, вот осталось буквально 3 минутки у нас, и я бы давайте еще раз, вот самое главное, резюмируем и все, с овощами. Посев в срок. Посев в срок. Ни в коем случае не загущать посадки. Не загущаем посадки. Да, иначе они начнут, появляются болезни, они начинают погибать, и лучше не стоит этого делать, да. Посев в срок, пикируем в состоянии 2-3 настоящих листьев. То есть не вот эти вот семидольные, которые первые вот из семечки появляются, а вот именно вот уже такие вот, вот это вот уже настоящие листья называются. Вот они. Вот эти? Да. Так, по растениям выбираем? Выбираем здоровые. Здоровые. Интенсивной зеленой окраски, без всяких повреждений. Да. Смотрим, чтобы влажные были, чтобы не засохли, чтобы транспортировать можно было в таких тоже в сидящих условиях, чтобы они максимально. И как можно быстрее их посадить при... При создании комбинации обращаем внимание на... Да, на высоту растений. Самое главное на высоту растений, чтобы большие растения не загораживали низких растений. А по цветам, по форме, по фактуре, это уже кому как нравится. Тут уже такие широкие рекомендации. Ну что, спасибо большое, Наталья. Замечательные советы. Мы не прощаемся, мы благодарим вас за то, что принимаете нас у себя в ботаническом саду. Ну и, конечно, дорогие телезрители, если у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам, и мы обязательно свяжемся с ними. И, возможно, свяжем вас, или же ответ найдем уже сами и передадим вам. Все, что вас интересует по поводу рассады, нам обязательно помогут ответить на вопросы наши эксперты. Вот, например, директор ботанического сада. На этом наш эфир сегодня подходит к концу. Занимайте своими участками, садите, создавайте красоту. Ну и, конечно же, трудитесь над тем, чтобы у вас совсем скоро появились тыквы, кабачки, помидоры. Ну и мы будем рады, если вы отправите свой урожай, свои фото нам на инстаграм-страницу. До новых встреч, увидимся завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»